Это мёртвая куча. Мы не можем ещё ничего сделать. Там под лёд, у нас дворник потихонечку приходит, начинает её поднимать. Следы бездействия нерадивых подрядчиков, как весенние подснежники, появляются во дворах Красноярска. Для жителей улицы Гладково такое наплевательское отношение со стороны подрядной организации, которая весь прошлый год должна была следить за чистотой, особенно обидно. Во дворе люди сами соорудили малые архитектурные формы, организовали цветник и даже небольшой пруд. Говорят, как потеплеют, сюда обязательно наведываются утки. И теперь топтать мусорные кучи им не придётся. В доме сменили подрядную организацию. Разницу люди ощутили сразу. Изменения, вот эти какие-то у нас произошли на нашем доме, это просто колоссальные. У нас два раза в неделю приходит уборщица, мы никого не догоняем. То есть у нас дворник, вышли с утра, у нас всё убрано. У нас были в подвале какие-то проблемы по кранам, по течам, нам сразу всё это озвучили. Мы не просим, нам говорят, что нам нужно делать, и мы только помогаем в этой подрядной организации. На борьбу с прошлым подрядчиком компании «Винтех» председатель дома потратила около полугода. И в своём недовольстве она, похоже, не единственная. Это кадры от начала апреля из администрации Свердловского района. Также ездила в «Винтех», поцеловала дверь, потому что они не работали. Пришла в «Винтех», попросила пояснить, вот эти вот все, которые есть в месячной квитанции, откуда берутся эти суммы. В ЖСК на многочисленные вопросы жителей к «Винтеху» и ряду других подрядчиков обратили внимание. И договоры с компанией расторгли. С 27 апреля к работам во всём Свердловском районе приступают новые подрядные организации. При выборе новых подрядных организаций управляющие компании в первую очередь обращают внимание на наличие производственной базы, на наличие опыта в сфере ЖКХ, на отзывы, по крайней мере, новые кандидаты в подрядные организации зарекомендовали себя с лучшей стороны. Отзывы от граждан города Красноярска положительные. В ЖСК подчеркивают, с нерадивыми подрядчиками расстаются без долгов, выплачивают всё, что положено по договору. Но уже бывшим подрядчикам нужно быть готовыми возместить ущерб жителям. Штрафы за некачественную работу тоже придётся заплатить. Светлана Чернушевич, Виктор Васильев, Новости ТВК.